Костюк Евгения Владимировна Костюк Евгения Владимировна Костюк Евгения Владимировна Большая аудитория собралась, уже все в таком рабочем настроении, активно обсуждаете начало учебного года, предстоящую работу. Это говорит о том, что все хорошо отдохнули, готовы к творческим новым достижениям. Хочу сказать вам добрый день, добрый вечер, потому что представители у нас сегодня из разных регионов и надеюсь, что мы сегодня в таком приподнятом настроении проведем с вами ближайшие час-полтора. Буду рада ответить на ваши вопросы и, конечно, тоже присоединяюсь к вам и ко всем поздравлениям с началом учебного года. Сегодняшний наш вебинар посвящен чтению, развитию смыслового чтения и роли этого вида речевой деятельности в обучении иностранному языку. Переоценить роль чтения достаточно сложно. В чем же роль, в чем же функция сегодняшнего нашего вебинара? Какие вопросы мне бы хотелось сегодня с вами обсудить и какие аспекты хотелось бы затронуть? Сегодня в ходе нашего вебинара мы будем рассматривать чтение с трех точек зрения. Первая традиционная и та, которая нас как преподавателей волнует больше всего, это чтение как вид речевой деятельности. Соответственно, каким образом формируется общее умение в чтении, умение ребенка выбрать правильную стратегию чтения, читать со смыслом, с извлечением нужной информации, понимать, зачем он читает текст, ставить себе цели и задачи при прочтении текста и, соответственно, выбирать способы, как этих целей и задач достичь. Второй аспект, на который мне сегодня хотелось бы обратить внимание, связан с теми результатами, с требованиями к результатам, которые перед нами ставят федеральные государственные образовательные стандарты. А именно, та группа результатов, которые мы называем метапредметными, которые подразумевают владение учащимися универсальными учебными действиями, то есть развитие компетенции, связанной со способностью и готовностью учащихся продолжать свое обучение дальше. На мой взгляд, чтение как витричевой деятельности обладает огромным потенциалом в этом направлении и не использовать его было бы неразумно. Поэтому, каким образом предметные результаты в области чтения и метапредметные результаты связаны, как они влияют друг на друга, как они взаимодействуют, это еще один вопрос, на который бы сегодня мне хотелось попытаться дать ответ. Ну и третий аспект, на который бы мне сегодня хотелось обратить ваше внимание, это на то, что чтение, в общем-то, для нас всех с вами, это прежде всего очень приятный и увлекательный процесс. Давайте с вами вспомним начало лета, когда мы с вами уходили в отпуск. О чем мы с вами думали о том, что наконец-то у нас с вами появится возможность почитать книжки, которые давно нас с вами ждут на полке, или перечитать то, что мы хотели бы перечитать. И действительно, вот это отношение к чтению, к процессу приятному, к процессу увлекательному, к процессу интересному, это отношение, к сожалению, сейчас среди молодого поколения немножко западает. Они сейчас очень хорошо работают с текстом, как с источником информации, с прагматической точки зрения подходят к текстам. Этому их учат информационные технологии, электронные различные приборы. А вот чтение как досуг, чтение как процесс, приносящий удовольствие, к сожалению, отходит на второй план. Ну вот это из моего преподавательского и жизненного опыта так происходит. Поэтому вот серия книг для чтения Read Up, она создавалась именно для того, чтобы вот эти три позиции чтения в себе воплотить, попробовать их сочетать, интегрировать и развивать целенаправленно. Таким образом, серия книг для чтения Read Up, это попытка сочетать черты классической хрестоматии, то есть книги, в которой собраны тексты разнообразных жанров, от классики до фольклора, современных авторов, поэзия, информационные тексты. То есть такой сборник текстов, содержание которых позволит увлечь учащихся и покажет им, что от чтения можно получать удовольствие. Но кроме этого, мы, конечно, с вами преподаватели, и прежде всего нас волнует, конечно, формирование учебных навыков, выполнение образовательной программы и достижение результата Федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому, безусловно, серия книг для чтения Read Up, это не просто сборник текстов с заданиями, а современное учебное пособие. Ну и с нашей точки зрения, для современного учебного пособия будут характерны следующие черты. Во-первых, интерактивность, то есть возможность для учащихся взаимодействовать с материалом книги. Они могут что-то раскрасить, дописать, досочинить, продолжить, видоизменить, адаптировать. Конечно, мы с вами работаем в разноуровневых классах. У нас есть более быстро развивающиеся учащиеся, есть учащиеся, для которых достаточно трудно овладеть материалом программы. Нам хотелось создать такое учебное пособие, которое бы позволило учесть разный уровень наших учащихся и предоставить возможность и тем ребятам, которым трудно изучать иностранный язык, получить удовольствие от чтения, и тех ребят, которые развиваются быстро, для них дать дополнительные возможности для развития. Ну и, безусловно, развитие учебных навыков – это сейчас лейтмотив любого учебного пособия, потому что самая главная наша задача с вами – это научить наших учащихся обходиться без нас. То есть выполнять учебные задания, те, которые перед ними и поставят дальнейшее образование и жизнь, самостоятельно. Я заметила ваши вопросы по поводу того, для каких классов это пособие существует. Действительно, пособие планируется как сквозное, со 2 по 11 класс. На данный момент в продаже имеется полностью начальная школа, 2, 3, 4 класс и 9, 10, 11 класс. Для средней школы частично материал сдан в издательство, над ним работают редакторы, частично материал еще дописывается. Средняя школа еще не закончена, не закончен этот этап, но мы стараемся как можно быстрее это сделать, чтобы вы смогли пользоваться всей линейкой целиком. Если говорить о этих трех этапах, о начальной школе, о средней школе и о старшей школе, как они отличаются? При, в общем-то, единстве этой серии на каждом этапе есть своя задача. И мы для себя эти задачи сформулировали следующим образом. В начальной школе на первом этапе изучения иностранного языка первой очередной задачей, конечно, является обучение учащихся чтению как таковому, включая технику чтения, умение распознавать буквы, знакомство со звукобуквенными сочетаниями, просто узнавание знакомых слов, чтение коротких текстов, построенных на знакомой лексике. Но при этом уже и мы обращаем внимание на формирование навыков смыслового чтения. Понимание, в чем задача, как сформулировано задание и какие нужно сделать действия, чтобы это задание выполнить. Ну и, безусловно, мы пытаемся сделать этот опыт чтения для учащихся приятным, научить их получать удовольствие от чтения, не побоюсь повториться еще и еще раз. В средней школе сделан упор уже намного больше на мотивационную сферу, на личностное развитие ребенка, формирование мировоззрения. Поэтому здесь задача, если ее кратко сформулировать, которая перед нами, как перед авторами, стояла, можно сказать такой вот «learning to like reading». Мы пытаемся научить учащихся полюбить чтение, понять, что чтение – это процесс, который сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и играет очень важную роль как в нашей образовательной деятельности, так и просто помогает чувствовать себя самодостаточным, успешным человеком. Ну, а в старшей школе мы уже находимся на том этапе, когда продолжение образования очень остро стоит как проблема для наших учащихся. Они выбирают свой дальнейший путь, университет, будущую профессию, и функция чтения становится намного более прагматичной. Им приходится перерабатывать огромное количество текстов, учиться, работать с большими объемами информации. Поэтому в старшей школе основная функция книг для чтения заключается в том, как мы сформулировали ее «reading to learn», то есть чтение для того, чтобы повысить свой уровень образования. Чтение как условие повышения образованности и формирования различного рода компетенций. Вот в этой логике мы попытались построить серию книг для чтения. Хочу обратить ваше внимание, что книги для чтения достаточно универсальны. В общем-то, даже если вы не работаете по УМК издательства «Титул», они достаточно универсальны, потому что тематика текстов соответствует предметному содержанию федеральных государственных образовательных стандартов и затрагивает те темы, которые для того или иного этапа, для того или иного возраста будут находиться в примерных программах и будет, кроме того, и что наиболее важно, актуально для данного возраста. Если обобщить кратко то, что я сказала до этого, то, в общем-то, цель этой серии заключается в том, чтобы способствовать становлению ученика компетентного читателя, компетентного читателя во всех его смыслах. Чтение для информации, чтение для удовольствия, чтение как поддержка и как основа для какого-то другой деятельности. И именно такой комплекс, система упражнений и текстов была в этой серии для книг создана, серии книг для чтения создана. Для достижения этой цели мы руководствовались следующими принципами. Деятельностный подход к обучению чтению. Конечно, ученик, читая текст, вовлечен в активную деятельность. Он, безусловно, анализирует текст, активно работает с языковой, лингвистической составляющей текста, вдумывается в содержание, соотносит содержание текста со своим собственным жизненным личным опытом, высказывает свое отношение, обсуждает с одноклассниками поднятые в тексте проблемы. Кроме этого, практически каждый текст, который в книге предлагается, является основой для какой-то нелингвистической деятельности. То есть мы пытаемся содержание текста связать с той деятельностью ребенка или подростка, которая для него является естественной в его возрасте. Например, рисование постера или создание веб-странички. Аутентичность текстов и заданий. Наверное, здесь нужно пояснить, что имеется в виду, потому что, конечно, во втором классе мы вряд ли с вами в прямом смысле слова аутентичные тексты можем использовать. Если говорить о классическом определении аутентичности материала, то это материалы, созданные носителем языка и для носителей языка. Что касается старшей школы, 10-11 классов, то это так и есть. Действительно, тексты, использованные, 100% аутентичные. Если говорить о начальной школе, то здесь речь больше идет о современности языка в этих текстах, потому что большую часть текстов написана нами, как авторами. И, соответственно, не могут называться 100% аутентичными. Но все книги для чтения прошли редактирование британскими редакторами, которые выверили те языковые структуры, те языковые элементы, единицы, которые используются в текстах. И что, на наш взгляд, обеспечивает современность этого пособия с точки зрения языкового содержания. Безусловно, жанровое разнообразие. Как развиваются жанры в нашей книге для чтения, я чуть позже более подробно покажу. Характер заданий носит исследовательский и творческий характер, который позволяет ребенку проявить свою самостоятельность, творческие способности, воображение, свой собственный вкус, свои собственные предпочтения. И каким образом это делается, я тоже на примерах из этой серии покажу чуть позже сегодня. Рефлективный подход заставляет учащихся задуматься над содержанием текста, но и не только задуматься над содержанием текста, но и проанализировать, о чему же он научился в плане языка, в плане своих коммуникативных умений. Безусловно, чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, но, безусловно, в реальной жизни виды речевой деятельности интегрированы. Очень редко мы вовлечены с вами только в аудирование или только в чтение. И даже если мы что-то долго только читали, потом наверняка нам захочется это с кем-то обсудить. Может быть, мы параллельно еще делаем какие-то записи. И, соответственно, книга для чтения Read Up, она тоже в этом смысле представляет собой интеграцию видов речевой деятельности. Безусловно, есть лексические и грамматические упражнения. Послетекстовые задания предполагают выход на продуктивный уровень использования языка в диалогической речи, в монологической речи или в письменных заданиях. Ну и вот последним пунктом в качестве принципа идет пункт подготовки к итоговой аттестации. Если говорить о подготовке к итоговой аттестации, эту серию, конечно, нельзя назвать сборником текстов с заданиями типа ГА или ЕГЭ. Безусловно, это не так. Но в учебнике, в книжках есть задания такого типа, причем абсолютно разнообразные задания, включающие в себя разного характера тестовые задания. Опять же, я сегодня это продемонстрирую. И начиная с четвертого класса появляется новая рубрика, которая называется Test Your Reading. То есть это именно задания для самопроверки, задания, которые подразумевают уже своего рода контроль сформированности умений в области чтения. Если говорить о жанровом разнообразии, каким образом развивается жанровая составляющая, видно из этой таблички. В начальной школе, безусловно, большую роль мы отводим фольклору, сказкам, пословицам, поговоркам, скороговоркам, загадкам, басням, легендам. Привлекаем, конечно, разного рода информационные тексты, потому что это активное время, когда ребенок познает мир, и не использовать иностранный язык здесь было бы неразумно. Очень нас спасают комиксы, потому что мы прекрасно с вами знаем, что во втором, третьем классе языковой запас детей очень ограничен. И очень сложно придумать текст, чтобы он был забавный, увлекательный, содержал в себе сюжет, который бы не терпелось дочитать до конца. Хочется более яркого языка, а мы понимаем, что дети ограничены в лексических и грамматических средствах. Вот здесь мы пользуемся искусством изобразительным, и комиксы, они позволяют нам сделать наши тексты более яркими, более увлекательными, интересными, и помочь учащимся понять в том случае, если языка у них не хватает, содержание и смысл текста. Осуществляют такую визуальную поддержку. В то же время эти комиксы, они помогают нам научить учащихся сопоставлять визуальную информацию и текстовую информацию, видеть сходства и различия. И таким образом мы способствуем еще и формированию метапредметных умений. Если говорить о пятых-девятых классах, здесь большее значение уже приобретают художественные тексты, отрывки из детской классики, из художественных произведений современных авторов. Уже не рифмовки, а настоящие стихии классических авторов и современных. Безусловно, мы оставляем и помним про важную роль сказок, мифов, легенд и басен, используемых также для формирования социокультурной компетентности. Поэтому стараемся привлечь этот фольклорный материал не только из англоязычных стран, но и из других стран и континентов. Более широко представлены тексты прагматического характера, различного рода объявления, правила, инструкции, расписания, программы, мероприятий. Научно-популярные тексты уже делятся по типам. Учащиеся видят разницу между энциклопедической статьей и журнальной, видят, как выглядит веб-страница, какие характеристики для такого текста характерны. А в 10-11 классе уже заметен движение в сторону большего количества публицистики и более сложной художественной прозы. Появляются исторические произведения мемуара, отрывки из биографии и произведения жанра и драматургии. Если говорить более подробно и начинать с начальной школы, пометуя о том, что здесь основная задача все-таки сформировать основы техники чтения и перейти к смысловому чтению как уже виду речевой деятельности, и также не забыть, что развивающая функция иностранного языка очень важна на этом этапе. Вот именно в такой логике мы и пробовали строить материал в начальной школе. Проиллюстрирую это на примере. Во-первых, чтобы поддержать формирование навыков в области чтения вслух, то есть обучение техники чтения, в книжках для чтения добавлена рубрика «Learning to read». Вот она обозначена таким красненьким флажком, где написана какая-то буква алфавита, и в рубрике с этим флажком содержится текст. Вот посмотрите на текст из учебника для второго класса. Текст состоит всего лишь из четырех предложений, но при этом в тексте есть определенное содержание. То есть, помня о том, что, в общем-то, основная задача этого текста – обучение чтению буквы «i» как краткого звука «i». Мы попытались все-таки создать некий сюжет, а мастерство художников и дизайнеров сделало эту историю еще и забавной. Получился коротенький рассказ «This is a team, this is a fish, a big, big fish, swim, team, swim». С «тимом» происходит некое событие на рыбалке, и прочесть этот текст смогут учащиеся второго класса на самом раннем этапе обучения чтению. При этом цветом, выделив букву «i», мы обращаем внимание учащихся на сходство в чтении этой буквы в определенных словах. Ну, есть еще один пример. Вы можете увидеть в данном случае, это у нас буква «o». «Joe is old», «his phone is old», «o», 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 «o» – звонит телефон. Бедный Джоу медленно идет у нас к телефону. Пока доходит, к сожалению, трубку уже вешают. Но, к счастью, у него есть подруга Флоу, верная, которая ему дарит мобильный телефон. Но старый телефон Джоу совершенно не рад этой ситуации. Вот наша попытка создать фабульные, содержательные тексты с ограниченным лексическим запасом учащихся, мне кажется, в данном случае достаточно удачно проявляется. И за счет содержания текста учащиеся эмоционально вовлекаются в процесс чтения, при этом тренируя определенные правила техники чтения и наблюдая одновременно за сюжетом, за содержанием. Ну вот еще один пример того, как мы работаем с техникой чтения. Техника чтения – не только звукопроизносительные навыки, это еще навыки, касающиеся смыслового, логического ударения и интонации. Для этого мы в течение всего второго класса используем стихи, стихотворения. И стихотворения в книге выглядят таким образом, то есть с подчеркнутыми словами. По подчеркнутым словам ребята понимают, что это те слова, на которые должно падать логическое смысловое ударение. Что помогает им в нужном ритме и в нужном темпе прочитать стих, следуя естественному ритму английской речи и естественной интонации. Мы с вами помним, что с введением нового стандарта транскрипция стала обязательным для элементов в наших примерных программах. Поэтому словарик, которым снабжены книги для чтения для начальной школы, содержит транскрипцию. Но кроме этого мы продумываем еще и задания, связанные с транскрипционными значками. В текстах для четвертого класса, в книжке для чтения для четвертого класса достаточно большое количество используется имен собственных, которые, безусловно, требуют дополнительной проработки и более внимательного к ним отношения, чтобы изначально не спровоцировать у учащихся ненужные нам ошибки. Поэтому вот такая рубрика Read, Propy Names, которая помогает учащимся правильно прочитать имена собственные, она сквозным образом прослеживается через учебник четвертого класса и далее. Кроме этого мы продумываем задания со словариком в конце учебника. Есть рубрика Dictionary Skills, она помещена в читательский дневник. И в каждой из этих рубрик мы знакомим учащихся с одним из способов эффективной работы со словарем. Вот здесь пример как раз, как работать с транскрипцией. Мы обращаем внимание учащихся на то, что словарик в том числе помогает не только узнать новые слова, но и правильно их произнести. И предлагает учащимся в данном случае выбрать самые сложные для произнесения имена собственные, выписать их вместе с транскрипцией, и в парах прочитать друг другу со своим соседом по парте, сравнив, есть ли слова, которые и тому, и другому сложно запомнить, или они отличаются. Если говорить о смысловом чтении, и прежде всего, конечно, если посмотреть на те планируемые результаты, которые заявлены в стандарте, то мы увидим, что предполагается обучение учащихся чтению текстов в основном построенных на знакомой лексике. Но при этом в рубрике «Ученик получит возможность научиться» мы с вами увидим и обучение чтению с незнакомыми словами, умение учащихся догадываться по контексту о значении незнакомых слов, и чтение с извлечением необходимой информации и пониманием основной идеи прочитанного в текстах, где есть определенный процент незнакомых слов. Поэтому, безусловно, все задания такого типа в нашем пособии присутствуют. Вот пример задания на чтение с пониманием основной идеи прочитанного. Классический вариант, где нужно прочитать сказку и выбрать для нее наиболее подходящее название. Если говорить о чтении с извлечением информации, хочу привести следующий пример. «Прочитайте сказку о медведице и согласись или не согласись с утверждениями данными после текста». В данном случае учащиеся читают сказку с извлечением необходимой информации. А вот в таком задании, которое у меня на слайде следующее, «Прочитайте описание сказочных персонажей и подбери к ним картинки». Мы не останавливаемся на том, что просим учащихся просто найти соответствие, а просим их подчеркнуть слова, которые помогли тебе сделать задание. Такой прием используется достаточно часто, когда мы просим учащихся не просто по своим ощущениям, и как-то в уме соотнести текст и картинку, а изложить это, перенести это на бумагу, подчеркнуть или обвести те ключевые слова, которые и явились основой для выбора правильного ответа. Ну вот еще один пример. Предлагаю вам сделать это задание вместе со мной. Здесь есть рецепт, как приготовить такую вот смешную фуд-хед, и выбрать, учащимся предлагается, что же у нас после этого рецепта получится. Первый, второй или третий вариант. Как вам кажется? Какой правильный ответ? Вот есть ответ три. Мне кажется, что он не совсем верный. Мнения разошлись. Как вы видите, это не так легко, потому что действительно на каждую из деталей, перечисленных в тексте, нужно обратить внимание. Но большинство педагогического коллектива, нашего сегодня принимающего в вебинаре участия, все-таки уже от отпуска, видимо, отошли, потому что дают правильный ответ. Действительно, это второй рисунок. Предметы питания повторяются в разном сочетании, поэтому действительно нужно все малейшие детали учесть, чтобы правильный ответ дать, что и требуется в данном случае от наших учащихся. Если говорить о смысловом чтении, вот хочу привести такой пример. Известная сказка «Братьев Гримм», которой учащимся предлагается стать с авторами «Братьев Гримм» и продолжить сказку так, как им вздумается, так, как им хочется. Но могут ли они это сделать действительно просто из головы и совершенно выдумать то, что не может быть и то, что не существует. Задание построено следующим образом. Дается начало предложений три варианта продолжения. Вроде бы ученик может выбрать любой из трех вариантов, но если ученик начнет читать дальше, он понимает, что не любой из этих трех вариантов возможен. Для того, чтобы выбрать правильное продолжение, нужно учесть логику изложения текста, понять, как события между собой связаны, каким образом они соотносятся друг с другом. И если мы начинаем читать текст И нам нужно выбрать Грамматически нам любой из этих трех вариантов подойдет, и вроде бы мы свободны выбрать что угодно, но дальше мы читаем Здесь мы с вами понимаем, что в данном случае возможен только первый вариант «Didn't go to bed», потому что именно он будет обеспечивать связность этого текста и его логическую завершенность. Ну и таким образом построен весь текст, позволяя учащимся сосредоточиться, сфокусироваться и обратить внимание на логику и организацию текста, что является достаточно сложным для учащихся начального класса, но абсолютно необходимым для формирования мета-предметных умений. Что касается заданий тестового характера, экзаменационного характера, вот пример одного из таких заданий. Конечно, мы не добавляем третий вариант, как в ЕГЭ, что в тексте не сказано, останавливаемся только на двух вариантах, что, естественно, для начальной школы достаточно. Прочитай текст, отметь, является ли данное утверждение правдой или неправдой, и опять же, нам мало того, что нам учащиеся просто дали ответ, мы их просим найти в тексте предложения, подтверждающие их ответ. Таким образом, уже с самого начального этапа, мы их приучаем к мысли о том, что просто одного слова может быть недостаточно. Нужно обращать внимание на синонимические выражения, что одно и то же выражение, одна и та же мысль может быть выражена разными словами, может быть выражена разными структурами, но при этом иметь одинаковый смысл. Действительно, вот я вижу ваши комментарии, действительно, это заставляет учащихся возвращаться к тексту снова и снова, перечитывать его несколько раз, обращая внимание на детали текста, на слова, на то, как они между собой связаны. Каким образом перефразируются мысли? Я немножко вначале упомянула про рубрику «Test your reading», которая у нас появляется, начиная с четвертого класса. Нам кажется, что во втором и третьем классе нет очень большого смысла ее туда включать, потому что стоят немножко другие задачи на таком начальном этапе. А в четвертом классе, тогда, когда учащиеся в конце начальной школы уже должны написать итоговую дистанционную работу за начальную школу, это будет вполне логично. И в эту рубрику у нас включены различного рода задания. Вот примеры, их вы видите на слайде. Мы просим продолжить предложение, выбрать правильный ответ, выбрать ответ, который не соответствует содержанию текста. Это тоже достаточно сложно сделать. Именно особенно в тех случаях, когда легко спутать мысли. Поставить предложение в нужном порядке. Ну и другие задания, безусловно, тоже присутствуют. Я перечислила те, которые чаще всего встречаются. В юните, ну или в разделе, как его можно иначе назвать, встречается такая рубрика один раз в середине раздела, и в конце раздела уже достаточно текст большого объема, примерно на страницу, с целым комплексом нескольких заданий на основе одного и того же текста, который позволяет проверить, как умение читать с пониманием общего смысла, так и с извлечением необходимой информации, ну и так и понимание логики и организации изложения текста. Параллельно мы работаем над некими такими умениями, которые даже уже можно назвать экзаменационными. Например, заполнить таблицу ответами. Вот табличка практически полностью напоминает табличку в ГИА и в ЕГЭ, и на самом деле то, что для старшеклассников очевидно, для учащихся начальной школы может представлять трудности, в какой графе поставить какой ответ, как вообще ответы занести в табличку, записать их. Это тоже определенное регулятивное умение, которое важно будет на любом предмете, но и на иностранном языке в том числе. То есть вообще умение учащихся выполнять разного рода задания. Обвести ответ, занести ответ в табличку, пронумеровать ответ. В теме нашего вебинара звучала такая фраза, как исследовательские умения. Возникает такой вопрос, в начальной школе какие-то могут быть исследовательские умения. На самом деле текст, любой текст, это такая система символов и кодов. И для ребенка в любом тексте для чтения наверняка, даже для самого способного, все равно будут встречаться и незнакомые слова, и незнакомые структуры. Особенно если мы хотим, чтобы эти тексты для чтения были яркими, интересными и увлекательными. Поэтому вот эта возможность, этот потенциал текстов для чтения нами различным образом используется. Ну вот прежде всего я хотела бы сказать о языковой и контекстуальной догадке. Какие мы используем способы догадки? Опору на визуальный образ. То есть, например, есть картинка, которая сопровождает текст, и о незнакомых словах, которые выделены в тексте и выделены в задании, нужно догадаться именно по картинке. Ну вот в одном из стихов встречаются слова Dick, Bone и Pit. Слова явно не из активной лексики учащихся, но по картинке с собакой и хозяином очень легко можно догадаться, что из этих слов, что обозначает. При этом мы учащимся предлагаем проверить себя по словарю, а в начальной школе словарик в книжке для чтения абсолютно полный, то есть он встречает все слова, которые в книге встречаются. Также мы предлагаем, например, учащимся прочитать загадку и ответить на вопрос. А вопрос следующий. В загадке встречаются слова, которые представляют собой уменьшительную форму данных слов. Вместо Children встречаются Kitties, вместо Dogs – Doggies, вместо Puppies – Puppies. Слова Children, Dogs и Puppies, безусловно, для учащихся будут знакомыми, но в их уменьшительной такой простонародной фольклорной форме они их могут не узнать. Мы привлекаем внимание их к вот этим языковым особенностям, к особенностям различного рода текстов, и просим догадаться, где же вот эти самые слова. Узнаете незнакомые слова в их незнакомой для себя форме. А, в общем-то, умение очень важное. Сколько раз мы с вами встречали, что учащиеся не узнают глагол во второй форме, или прилагательное в другой форме, или существительное во множественном числе. Обращать их внимание на то, что это одно слово, но в разных формах – это тоже очень важно. Ну, безусловно, интернациональные слова, слова, которые похожи по звучанию или по написанию, легко узнаваемы, такие как America, Exotic, Bamboo, Centimeters, Europe, Banana, Spaghetti, которые учащиеся могут узнать, не пользуясь со словарем. Но обращаю ваше внимание на то, что все время учащимся предлагается проверить себя по словарю. Догадайся, но проверь. Языковая контекстуальная догадка от уровня к уровню, безусловно, становится сложнее и сложнее. То есть мы предлагаем более затейливые, более требующие размышления ситуации ребенку. Ну и переходим уже к таким определениям. То есть учащиеся читают текст. Известная сказка про мальчика, который кричал «Волк! Волк!» и постепенно ему перестали верить. Некоторые слова в тексте выделены жирным шрифтом. И учащимся предлагается догадаться, что эти слова, выделенные жирным шрифтом, обозначают. Найти для них определение. Предлагаются определения. Вот они, вы на слайде их видите. И учащимся требуется найти для выделенных слов определение по-английски. Это уже, конечно, более высокий уровень. Это четвертый класс, которым уже есть определенный такой запас лексический. Но вот это понимание учащимися, что можно не знать точного перевода слова, но его можно объяснить, его можно объяснить другими словами, тоже очень важное понимание для начальной школы, которое нужно сформировать. Ну или вот, пожалуйста, такая визуальная поддержка. Слова, как вы можете по картинкам догадаться, что дети наверняка будут читать текст про Робина Гуда. И вот слова, которые им потребуются для понимания этого текста, они легко семантизируются с помощью картинок. А перевести их уже учащиеся смогут сами. Исследовательские умения не заканчиваются только лишь умениями догадаться о значении слова. Также мы учим и обращаем внимание учащихся на сходства и различия в разных словах. Таким образом мы формируем их и хотим сформировать, способствуем формированию языковой наблюдательности. Присматриваться к тексту, видеть, где там основа слова, где словообразовательные элементы, где его грамматические формы, как слова сочетаются между собой, где есть сочетаемые словосочетания, где мы не можем, к сожалению, их использовать вместе. Поэтому мы стараемся вот эту языковую наблюдательность использовать как можно больше и развивать как можно больше. Вот, например, загадка. Давайте с вами ее отгадаем. Да, действительно, это соль. Ну, тут, конечно, есть солонка в качестве подсказки, но не очень очевидная, на самом деле, подсказка. Дети не сразу обращают на нее внимание, она только подтверждает, как правило, то, что они отгадали загадку правильно. И сравнивая два слова, учащиеся догадываются, ищут, какая буква есть и там, и там. Не так всегда это очевидно, не так легко найти, особенно для учащихся младших классов. На более содержательном уровне мы тоже развиваем исследовательские умения. Например, мы предлагаем внимание учащихся текст о том, как научить попугайчика говорить. Они читают текст, а дальше, исходя из текста, должны инструкции распределить в соответствующую колоночку, что нужно делать, чтобы попугайчик быстро заговорил и с радостью это делал, а что не нужно делать с попугайчиком, если мы хотим научить его говорить. Здесь уже идет задание на уровне категоризации, на уровне сопоставления, сравнения и анализа текста. На таком простом материале, на материале достаточно простой лексики, учащиеся уже достаточно сложные аналитические задания выполняют на основе информационного текста. Вот такой способ с табличками позволяет нам научить учащихся пользоваться различного рода еще графическими способами организации материала, соотнести графическую форму представления информации и текстовую форму представления информации. Ну и такая табличка – это не единственный графический способ, который мы используем. Графические способы представления информации используются с разными целями. Например, визуальные образы для запоминания лексики. Можно, конечно, слова, относящиеся к зиме, весне, осени и лету, просто написать в табличку. Ну вот такая визуальная рамочка, она фокусирует внимание ребенка и добавляет ему такую еще визуальную ассоциацию, которая ему помогает слова запомнить. Кроме этого, мы используем различного рода карты. На основании прочитанного текста учащимся нужно подписать. В данном случае нужно было подписать экватор Северный полюс и Южный полюс. Такого же рода задания используются в той теме, где мы говорим о часовых поясах и о времени, где сколько времени. Особенно это актуально в нашем с вами коллективе, где мы все с вами из разных часовых поясов, но при этом все равно находим общий язык. Поэтому вот такое картографическое представление информации, оно тоже присутствует. Есть логические таблицы, где не только нужно разделить на две части, а уже более сложный вариант, что относится к богу Ра, что относится к богу Геллерсу, которые оба являются божествами Солнца, но в разных культурах. А что справедливо и про того, и про другого. То есть такого рода уже не просто категоризация, а более сложные логические задания нужно учащимся выполнить. Опять же, по мере того, как учащиеся взрослеют, увеличивается количество и тип различных графических способов представления информации. В более старших классах появляются линии времени, где нужно события в тексте, происходящие не просто пронумеровать, а расположить их в определенном хронологическом порядке. Потому что в тексте они могут быть в одном порядке изложены, а в истории, в жизни они проходили в другом хронологическом порядке. Это немножко иное задание. Не задание расположить, как события в тексте проходили, а как они проходили в истории, в историческом аспекте в жизни. Такого рода задания тоже присутствуют. И с возрастом, на более высоких уровнях, их становится больше и больше. Если говорить об исследовательских умениях, мы не забываем о родном языке учащихся. Он для них всегда является опорой. И в случае, когда мы говорим о фольклоре, о баснях, о пословицах, о поговорках, мы всегда стараемся провести параллель. Вот как, например, в случае с вот этими британскими и русскими пословицами и поговорками. Мы видим и обращаем внимание учащихся на то, что, в общем-то, ценности двух народов, они во многом похожи. Идея, которую народ высказывает в своих пословицах, они перекликаются, они имеют между собой много общего. Но мы ждем, когда рак на горе свистнет, а вот англичане ждут, когда у них свиньи полетят. Что мы думаем, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. А вот у англичан это выражается, что лучше сегодня яйцо, чем завтра курица. И вот эти идеи, которые перекликаются, выражены и в разных народах по-разному. Ребятам интересно видеть эти сходства и различия. С одной стороны, они обращают внимание на отличия, с другой стороны, они видят, насколько общего у нас в культурных ценностях и во взглядах на окружающий мир. Также, на мой взгляд, таким ярким примером, как развивать исследовательские умения учащихся, может служить такое задание. Даже если вы не будете работать по нашей книге, идея, мне кажется, будет полезна для любого текста, где есть имена собственные. Вы знаете, я в своей преподавательской деятельности столкнулась с тем, что ребенок, встретившись с именем собственным, а именно с именем, с фамилией известного композитора, долго и упорно пытался найти это слово в словаре, думая, что это какое-то просто слово существительное, которое имеет смысл. Вот в тексте про... это рассказ о том, как мальчик ездил к родственникам в Шотландию, встречаются имена собственные. И учащимся, они встречаются именно в таком виде, как имена собственные в тексте. Учащимся по тексту нужно определить, что эти имена собственные обозначают, что из этого озера, что из этого гора, что из этого названия столицы, что из этого имя чудовище. То есть на соотнесение, что же под этим именем собственным подразумевается, какой предмет, какой объект, какое существо. И таких заданий тоже, они у нас встречаются достаточно регулярно, потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, наличие большого количества имен собственных в тексте увеличивает его трудность. Как я сказала в самом начале, читающего от нечитающего человека очень легко распознать, определить в реальной жизни. Сразу видно человека начитанного, который много читает, и для которого это естественное времяпрепровождение от того, кто не читает и не знаком с образцами литературы. Поэтому развивающий потенциал чтения трудно переоценить. И здесь я бы разделила то, как мы используем тексты для чтения на две группы. С левой стороны вы видите такие факторы, на которые мы обращаем внимание, которые особенно важны в детском возрасте. Это логическое мышление, критическое мышление, логические процессы, такие как внимание, воображение, артистизм, ну и просто знание о мире, то есть кругозор. А кроме этого, мы не должны с вами забывать, что школьные годы это годы, когда активно формируется личность ребенка. Он не просто получает образование, он становится человеком в полном понимании этого слова, со своими особенностями, особенностями своего характера, мировоззрением. Поэтому вот эмоциональная сфера и формирование личностных качеств, безусловно, здесь роль чтения тоже очень велика. Поэтому мы стараемся помочь ребенку стать более толерантным, уметь поставить себя на место другого человека, ну или литературного героя, общаться, обмениваться мнениями, таким образом способствуя его социализации. Ну вот следующее задание, как вы считаете, носит ли это задание развивающий характер? Учащимся предлагается прочитать четыре маленьких рассказика про клоунов и сопоставить их с фотографиями. В общем, цирк это такое естественное место, где можно увидеть детей, особенно в возрасте начальной школы. И российское цирковое искусство, оно всегда славилось на весь мир. Поэтому, с одной стороны, этот текст, эти тексты и эти иллюстрации, они носят такой позитивный, положительный эмоциональный настрой. А с другой стороны, они обогащают знания учащихся о родной стране, потому что, в общем-то, сейчас они вряд ли из этих клоунов кого-то могут увидеть вживую. В силу, к сожалению, уже причин, что не все из них живы, ну или не всегда они имеют такую возможность. Мы видим здесь и Олега Попова, и Юрия Никулина, и Карандаша, ну и Куклачева, которые наверняка не имели возможность посетить представление. Таким образом, связывая вот эту историю циркового искусства с реальной жизнью, с тем, что они делают в свое свободное время. Но при этом тексты, несмотря на то, что они достаточно простые и короткие, они предполагают владение определенными навыками чтения. То есть нужно извлечь необходимую информацию и соотнести информацию, данную в визуальной форме, с информацией, данной в текстах. Таким образом, являясь заданием на извлечение необходимой информации, носят еще и такую функцию по расширению кругозора учеников. Извините, немножко вперед проехала. Если говорить о формировании таких важных качеств личности, как толерантность и социокультурная осведомленность, я проанализировала только один уровень, это редап четвертого класса, и выписала культурные аспекты каких стран, каких континентов затрагиваются только лишь в одном уровне. Здесь затрагиваются исторические аспекты, учащиеся знакомятся с культурой Древнего Египта, Древней Греции. И географические аспекты, такие как сведения об Арктике, Антарктиде. И восточная культура через легенды и мифы Индии, Таиланда, Китая. И европейская литература, немецкая, австрийская, Нидерланды. И, безусловно, присутствуют англоговорящие страны Америка и Великобритания. Вот таким образом, вот этот спектр культурного наследия, нам кажется, он достаточно широк для того, чтобы у учащихся сложилось такое сбалансированное впечатление об окружающем мире, и они имели возможность расширить свои общекультурные и просто общечеловеческие познания о том мире, в котором они живут. Вот еще один пример задания, в котором проявляется развивающий потенциал серии книг для чтения и как раз интерактивность этой книги. Вы знаете, честно говоря, сначала у нас даже были споры по этому поводу, а можно ли в книге рисовать, а можно ли в ней писать, или, в общем, книга это исключительно для чтения все-таки материала. Мы пришли к тому, что современная книга, она должна предоставлять учащимся возможность с собой взаимодействовать. Эта книга должна стать его собственной книгой, в которую он внес свой вклад интеллектуальный, творческий. И вот здесь есть комната с бабочками, написан текст про бабочек, где какого цвета бабочка расположена. Учащимся нужно сначала раскрасить бабочек в соответствии с текстом, а потом определить, а где же фиолетовая бабочка. А фиолетовая это именно та, про которую в тексте не сказано. То есть определенная такая логическая загадка запрятана в совершенно простой текст, в котором тренируются цвета и предлоги. Вот именно, я думаю, это ключевая и самая важная особенность этой серии для книг, это попытка сочетать, интегрировать предметные умения с метапредметными результатами. Например, в стихотворении «Считалки», которая всем известна, «Нерезитинг черрис», считалочка нам понадобится с вами всегда. Мы же с вами играем в игры, и кроме того, что мы ее прочитаем, мы ее можем выучить, она нам потом еще не один раз пригодится, когда мы будем играть в игры и выбирать, например, водящего в этой игре. Но в данном случае мы еще учащимся предлагаем и проявить свои творческие способности сочинить свою собственную считалку на основе этой, заменив некоторые слова. Безусловно, творческие способности, они тоже развиваются с возрастом. И если мы детям во втором классе скажем, дети, сочините нам считалку на английском языке, вряд ли они нам сразу что-то сочинят на английском языке. Поэтому, безусловно, в таких заданиях продумана система опор. И для каждого пропуска, один, два или три, предлагаются варианты, из которых можно выбрать. А если есть учащиеся, у кого фантазия превышает эти варианты, которые даны нами в книге для чтения, то мы, конечно, их тоже поддержим. Я упомянула о том, что книги для чтения носят рефлексивный характер. Проявляется это в такой рубрике, которую мы называем «Читательский дневник». «Читательский дневник» в начальной школе, он расположен в конце книги и включает в себя следующие разделы. Это раздел «Мое мнение», раздел «Знакомимся с жанрами», раздел «Dictionary skills» и в четвертом классе добавляется раздел «Make your book». В более старших классах «Читательский дневник» уже вынесен в сами разделы. И по ходу чтения предполагают такой анализ текста с точки зрения его содержательной значимости для учащихся. Вот для того, чтобы учащийся мог выразить свое мнение, им же в начальной школе тоже нужно дать опору. Для того, чтобы выразить свое мнение, тоже нужна языковая основа. Поэтому мы даем разного рода варианты, как ребенок может высказать свое хорошее отношение по отношению к тексту, что ему понравилось, что было интересно, было смешно, или не очень хорошее, что было грустно, или было трудно, или было неинтересно. Ну или, в общем-то, текст так был познавательным, но для ребенка так среднюю степень важности имел. Естественно, с возрастом, с уровнем, вот эти выражения, которые мы даем в качестве опоры, они расширяются, становятся более сложными и дают учащимся возможность выразить более тонкие оттенки своего отношения к прочитанному. И об этом учащиеся записывают в табличке, когда они читали текст, название текста и свое мнение. По ходу изучения материала, чтения текстов, параллельно учащиеся знакомятся с жанрами. Ну вот пример такой странички. Учащиеся знакомятся с тем, что такое басня, что это короткая история, которая нам преподает какой-то урок, и этот урок называется «Мораль басни». Обычно в баснях в качестве героев представлены животные, но они говорят так, как люди. И басня, которая встречается в книжке, в нашем случае мы использовали басню «The two monkeys and the parrot». Учащимся предлагается найти то предложение, где заключена мораль басни, выписать его, ну и потом им предлагается перевести эту мораль на русский язык, записать перевод. Таким образом, учащиеся те тексты, которые они читают по ходу изучения разделов, кроме этого они еще и первоначальные литературовические знания приобретают о различных жанрах и чертах, характеристиках, присущих этим жанрам. Вот еще один пример, как работает со словарем. Например, мы учащимся подсказываем, что словарем можно пользоваться еще и тогда, когда нам нужно проверить орфографию, проверить правописание. И даем им тексты с ошибками, которые учащиеся должны исправить, используя словарик. Говоря об интеграции видов речевой деятельности, хочу продемонстрировать на одном из примеров. Стихотворение. Прочитая стихотворение, отметь галочкой питомцев, которые есть у мальчика. Нарисуй питомца, о котором мечтает мальчик. Тема домашних питомцев, она очень близка учащимся в начальной школе. Я думаю, все из них или имеют какого-то домашнего питомца, или обязательно его хотят, чтобы у них была или кошечка, или собачка, или хомячок. Поэтому тема обычно очень детей затрагивает эмоционально. И в этом стихотворении, в котором задание на чтение дано, на извлечение необходимой информации, то есть нужно прочесть стихотворение и отметить тех животных, которые у мальчика есть. I cannot kiss my fish, my hamster cannot swim, my tortoise is so slow that I cannot run with him, I cannot stroke my hedgehog, I cannot hug my frog, my pets are very lovely, but I want to have a dog. Мы видим, что у мальчика такая история, что у него много питомцев, но, к сожалению, он-то хочет иметь собаку, мечтает о собаке, поэтому учащихся здесь в одном задании спрятано целых два. С одной стороны, им нужно отметить тех, кто есть, упоминаются в стихотворении, а с другой стороны, определить, о чем же он мечтает. Ну и тут у детей, конечно, есть возможность все свое воображение тоже применить и нарисовать именно того щеночка, которым мечтают они сами, той породы, того вида, цвета и размера. Дальше мы, конечно, развиваем эту тему, сделали задание на развитие чтения смыслового, с извлечением необходимой информации, но также нам важна лингвистическая составляющая. И мы видим, что здесь, в этом тексте, очень хорошо можно обратить внимание на грамматический аспект использования модального глагола can и поработать с постановочной таблицей, составить разнообразные предложения про животных и те действия, которые они могут или не могут выполнять. То есть вот здесь уже мы интегрируем чтение с формированием языковой компетенции, то есть с грамматикой. После чего текст этого стихотворения у нас является основой, таким трамплином для развития навыков продуктивной речи. В данном случае это письмо, и учащимся предлагается написать о своем питомце в журнал MyPet и нарисовать его. Естественно, письмо в начальной школе предполагает опору, поэтому опору мы здесь дали. И учащимся нужно дописать, вписать слова в зависимости от того, какой у них питомец, для какого питомца они мечтают, используя ту грамматическую структуру, с которой они работали, на которую они обращали внимание, ну и нарисовать этого питомца. Ну, конечно, после этого мы можем устроить и чтение, и такой рассказ о этих животных, или даже собрать эти странички в один общий журнал Our Pets, сделав это таким классным проектом общим. Вот на примере этого задания я хотела проиллюстрировать, каким образом виды речевой деятельности интегрируются. Выполняя задание по чтению, мы используем языковую, тот языковой потенциал, который заложен, чтобы поработать с лексикой и грамматикой, и при этом не забываем, что главная, конечно, наша цель – это продуктивные виды речевой деятельности, и предлагаем задания на развитие навыков чтения, говорения, извините, и письма. Если говорить о старшей школе, о 9-10-11 классе, который тоже уже есть в продаже, и хочу вам напомнить, что здесь уже идеология заключается в том, что тексты используются как такая основа для повышения своего образования, для приобретения каких-то новых компетенций, новых знаний, то здесь логика пособия уже заключается в следующем. Есть 4 раздела – Everyday English, Cultural Studies, Literature и Science. Сами названия этих разделов говорят о том, что в этих разделах содержится. Обратите ваше внимание, что внутри этих разделов тоже встречаются регулярные, постоянные рубрики, например, Cultural Notes. Очень полезная рубрика, потому что, как я уже сказала, в старших классах – это, безусловно, аутентичные тексты, в которых встречаются упоминания о различных реалиях, именах, событиях, ситуациях, традициях, которые для понимания текста не являются ключевыми, но для общего развития, для формирования социокультурной компетенции очень важны. Поэтому вот такие сопровождающие тексты Cultural Notes вы найдете в старших классах как такую постоянную рубрику. Вот значок, где изображено несколько улыбающихся подростков, он обозначает, что это задание для обсуждения, для работы в группе, для работы в паре. Это может быть какое-то исследовательское или творческое задание, но подразумевающее работу в команде, общение. Есть глоссарий, который, как вы понимаете, в старших классах полностью обеспечить книгу для чтения словарем – это нереальная задача, потому что это нужно будет пришить намного больше страничек к этой книге. Но те слова, которые являются трудными даже для старшеклассников, но важными для понимания текста, они вынесены в глоссарий. Дано обычно английское определение, толкование – это слово, которое достаточно доступно для понимания. Ну и рубрика «Читательский дневник» тоже присутствует в старших классах, она сквозная во всей серии. Вот если посмотреть на рубрику «Everyday English», возникает такая первая ассоциация, что это посещение магазина, кафе и так далее. На самом деле здесь роль этой рубрики заключается совершенно в другом, потому что если подумать о наших подростках, о наших старшеклассниках, это почти взрослые люди, и в своем общении они встречаются с намного более сложными коммуникативными проблемами. Например, вопросы лидерства, вопросы принадлежности к той или иной группе, вопросы самопознания, понимания себя как личности, как человека, решение каких-то конфликтных, проблемных ситуаций со своими сверстниками, ощущение себя уже не как просто ребенка, школьника, учащегося, а уже гражданина своей страны, имеющего активную социальную позицию, мнение по различным вопросам общественной жизни. И вот именно эти вопросы, которые связаны с социализацией подростков, именно им и посвящена рубрика «Everyday English». Поскольку основной темой этой рубрики является именно понимание, осознание, ощущение себя в обществе своих сверстников, в обществе взрослых уже людей, то здесь задания носят очень такой личностный характер, и учащимся предлагается достаточно часто провести какой-то опрос, обобщить его, прийти к какому-то единому мнению в группе, решить какую-то дилемму, обосновать свою позицию. Интересно, что сюда в рубрике включены тексты такого психологического характера, например, различного рода технологий, как можно конфликтную ситуацию решить. А потом учащимся предлагается конфликтная ситуация, и предлагается использовать одну из тех технологий, о которых они прочли в тексте. То есть также затрагиваются очень важные общественные вопросы, те, которые имеют отношение к тому месту, где живет учащийся, или к школе, в которой он учится. Раздел «Cultural studies» нацелен на формирование социокультурной компетенции, и социокультурная компетенция, безусловно, невозможна без развития критического мышления. Поэтому большое количество заданий предлагается учащимся, где нужно сделать выбор, обсудить плюсы и минусы, сделать заметки в ходе дискуссии, приготовить отчет о результатах дискуссии, попытаться убедить своих одноклассников в чем-то. Таким образом, опять же, вовлекая учащихся в активную коммуникативную деятельность. Литературная составляющая предлагает учащимся образцы современной классической литературы, но просит их уже этот текст интерпретировать, проанализировать средства языковой выразительности, высказать свое мнение о прочитанном. Ну вот пример такого задания. Для начала учащимся требуется проанализировать характеры героинь, какие используют две героини, Анна и Марина, фразы в своем обсуждении. А после этого учащимся знакомятся с различного рода типами фразеологизма, то есть теми средствами языковой выразительности, которые могут использоваться в тексте, сравнениями, метафорами, олицетворением, что это такое. И после этого анализируют уже текст, как героини в своей речи используют этот переносный смысл языка. Как вы видите, здесь очень сильные межпредметные связи с уроком литературы, русской литературы, которые, как нам кажется, очень удачно в данном случае интегрируются. И в подтверждение еще и используются различные средства графические занесения полученной информации в книжку для чтения. Очень многие старшеклассники интересуются таким естественным научным направлением, поэтому есть рубрика Science, где представлены научно-популярные тексты на самые совершенно разные направления, связанные с химией, с географией, информатикой, физикой, психологией, биологией. И большая часть учащихся здесь найдет тексты сообразно своим интересам и получит возможность использовать иностранный язык как инструмент для того, чтобы узнать что-то полезное, интересное в соответствии со своими увлечениями. Если говорить о критическом мышлении и формировании интеллектуальных умений высокого уровня, то в старших классах серии книжек Read Up вы, безусловно, найдете такого рода задания. Ну вот примером может являться следующее задание. Учащиеся знакомят с понятием языкового корпуса, и им представлена такая табличка, взятая из анализа языкового корпуса, как используется слово problems, в каких коллокациях, в каких словосочетаниях, в каких грамматических структурах, а после чего учащимся предлагается тот текст, который они прочитали, проанализировать и составить аналогичную табличку для слова questions. То есть здесь уже присутствует такой в полной мере лингвистический анализ текста. Безусловно, подготовка ГИА и ЕГЭ не забыта авторами, и задания экзаменационного типа встречаются регулярно в старших классах. Но хочу обратить ваше внимание, что с точки зрения авторов только лишь включение заданий типа ГИА и ЕГЭ не является в прямом смысле слова подготовкой к этим экзаменам. Подготовка к итоговой аттестации – это намного большее, чем просто выполнение заданий определенного типа. Вот задание, которое мы действительно считаем, является подготовкой к государственной итоговой аттестации, к единому государственному экзамену. Прочитайте текст и подчеркните слова и фразы в тексте, которые соотносятся со следующими утверждениями. Первое предложение уже было сделано для вас. Дано семь утверждений, которые в тексте выражены другим способом, другими грамматическими структурами. Использован перефраз, использованы синонимические выражения. Умение распознать эти синонимические выражения является очень важным для выполнения заданий по чтению. Те ошибки, которые наши учащиеся совершают в ГИА и ЕГЭ, зачастую связаны именно с этим. Неумение увидеть, что это про одно и то же, что эти два выражения обозначают одно и то же. Поэтому вот в таком режиме подготовка ГИА и ЕГЭ, безусловно, во всех книгах для чтения присутствует. Ну, типы заданий, как я уже сказала, они тоже там будут. Ну и вот обобщая на самом деле ту основную идею, которая выражена в книжках для чтения в этой серии, на наш взгляд лучше всего, ее можно выразить вот следующим выражением, что личность человека, его уровень образования, его мировоззрение во многом формируется в процессе чтения. Поэтому книги для чтения, которым наш сегодняшний вебинар был посвящен, играют немаловажную роль и сыграют, на мой взгляд, немаловажную роль в формировании современной личности, самостоятельной, готовной эффективно сотрудничать, развиваться и продолжать свое образование в дальнейшем. При этом не забывая, что чтение это в том числе и огромное удовольствие. Я содержательную часть по презентации закончила и готова на ваши вопросы ответить. Я видела, что вопросы по ходу были, не хотелось отвлекаться. Вот те вопросы, которые сейчас могу в чате посмотреть, я с удовольствием отвечу. Если вопросы у кого-то сохранились, будьте добры еще их раз. Напишите, чтобы я смогла ответить. Если говорить о том, когда выйдут седьмые и восьмые классы, в этом году точно не выйдут. Восьмой класс сдан уже в издательство, насколько я знаю. Точнее нужно спрашивать у издательства. Седьмой пока еще не сдан. Поэтому стараемся быстрее. Но не все возможно сделать быстро. Хочется сделать еще и качественно. Спасибо за ваши добрые слова. Вел вопрос, про сколько часов предполагается на работу с каждым текстом. Вы знаете, зависит от преподавателя. Достаточно гибкое пособие. По-разному можно использовать. Не обязательно использовать все упражнения. Может быть, вам более интересен творческий аспект. Творческие задания, данные к тексту. А может быть, наоборот, вам надо больше именно с техникой чтения поработать. С темпом чтения. В этом случае вы можете выбирать. И если учащиеся будут по этой книге работать, у вас могут быть как обязательные задания, которые вы делаете все вместе в классе. А какие-то задания по желанию для учащихся, для тех, кто заинтересовался, они могут делать самостоятельно и дома. Или, например, на дополнительных уроках в рамках дополнительного образования на факультативе, на кружке. Спасибо за добрые слова. Здесь и были моменты про книгу для учителя. На самом деле, все-таки, книга для учителя здесь не планировалась. Почему? Потому что, в общем-то, серия книг для чтения вспомогательная. Это дополнительное пособие, оно достаточно универсальное, с любым из ОМК может быть использовано. И вот эта его гибкость, его вариативность, она не позволяет дать четкие методические инструкции. Мне кажется, их здесь не надо. Даже было бы, наверное, не лишние эти четкие методические инструкции, потому что действительно здесь возможны разные варианты использования этой книги. Презентация моего вебинара, как и всех других вебинаров, она будет, я думаю, выложена. Издательство «Титул» всегда выкладывает видеозапись. Так что вы сможете воспользоваться. Ну вот, пособие по проектной деятельности для уроков английского языка, подходящее к разному ОМК. Я вам хочу сказать, что, в общем-то, вот эти книги для чтения, это в какой-то степени может рассматриваться с этой точки зрения. Потому что, как я уже сказала, каждый текст является основой для какой-то продуктивной деятельности. И если в начальной школе это небольшие какие-то задания, вот как вы сегодня видели, напиши про своего питомца страничку в журнал «Майпед» и нарисуй его, то в старших классах там достаточно сложные проекты, которые предполагают взаимодействие участников процесса и такие сложные продукты, такие как презентации или веб-страницы, постеры. Поэтому проектная деятельность представлена в этой книге как, в общем-то, наверное, один из самых ведущих, одна из самых ведущих технологий педагогических в данный момент, она, безусловно, в любом учебном способе и современном будет представлена. Ну вот, аудиоприложения пока нет, над этим издательство пока думает, следует ли оно здесь быть. Потому что, в общем-то, задумывались книжки как книжки для чтения. Вот, ответов в книгах для чтения нет. Наверное, это вызвано тем, что многие из заданий, они носят такой открытый характер. Вот, если вам кажется, что ответы необходимо, да, вот, выкладывать, и вы бы хотели свериться с каким-то источником, ну, дайте нам знать, мы подумаем над этим. Вот, спасибо вам за ваши добрые слова. В заключении вебинара тогда, ну, вот, книжки для родителей, да, еще вопрос. Нету книг для родителей. Я думаю, что многие из наших текстов родители, владеющие английским языком, тоже с удовольствием с детьми почитают. Вот, родители, конечно, очень важная категория для учителя. Без сотрудничества с родительской аудиторией мало что у нас с вами может получиться. Вот, но пока это тоже сфера не для, не охваченная в данной ситуации. Вот, ну, завершаю тогда наш сегодняшний вебинар. Хочу вас еще раз поздравить с наступающим учебным годом, творческих успехов, хорошего настроения, замечательных учеников, единомышленников, коллег. Вот, ну, и удачи в профессиональной деятельности и в своих жизненных достижениях. Спасибо вам большое за внимание. Рада была вас встретить еще раз. Особенно вижу, приятно видеть знакомые имена. Спасибо большое. И я думаю, что администраторы, они вот в ближайший момент должны выложить ссылочку, да, на сертификат. Да, я вижу, что уже она выложена. Обратите внимание, что ссылка на сертификат выложена. Не забудьте его скачать. Вот, и благодарю вас еще раз за работу, за активное участие. Еще раз поздравляю с наступающим учебным годом. Удачи вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...